Йоу-йоу парни, с вами Харви и в этом видео я расскажу вам о топ 5 методах, 5 подходах к тому, чтобы создавать биты с нуля. Все битмейкеры когда-нибудь в своей жизни задавались вопросом, с чего начать создание бита, а новички продолжают задаваться этим вопросом и по сей день. На него нет четкого ответа, ведь в музыке нет правил. В этом видео мы постараемся разобрать 5 подходов к тому, как начать создание бита. Первый шаг в создании музыки подобен тому, как будто вы даете название кораблю, ведь как ты его назовешь, так он и поплывет. От первого шага зависит все, изменятся все дальнейшие шаги, которые вы будете делать. Итак, приступим. Первый способ мой любимый. Музыка первая. Я предпочитаю своей музыке отталкиваться от мелодии. Сперва я придумываю какую-то прогрессию аккордов, затем придумываю под нее мелодию, далее выбираю инструмент и вуаля, основа готова. Я не очень люблю работу битмейкеров, кто сэмплирует свои биты, срезает их с уже готовых произведений, ведь в этом нет истинного творчества. Другое дело, когда мелодия придумана вами и этот сэмпл полностью ваш. Для такого способа вам отлично поможет плагин Scaler, который я неоднократно показывал в своих видео. Смотрите их по подсказке. Фишка этого плагина в том, что вы можете написать прогрессию аккордов одним пальцем, затем написать мелодию и никогда не мазать по клавишам, ведь все они будут в рамках написанных аккордов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть еще один способ, как вы сможете написать мелодию даже без плагина. Недавно я получил такую медиклаву от Артуре MicroLab. В ней есть функция аккорд одной кнопкой. Для этого нужно нажать Shift и Hold, а затем наиграть аккорд. Отпустите клавиши и теперь, куда бы вы ни нажали одним пальцем, будет играть один аккорд. Конечно, такой способ не подразумевает изменение аккордов между минорным и мажорным. Но все равно очень удобен и вполне подойдет, например, для Дипхауса. Субтитры создавал DimaTorzok Второй способ. В первую очередь написать бит. Что он из себя представляет? Вы сперва пишете бит, он задает какую-то ритмику, вы начинаете качаться и мелодия тут уже играет второстепенную роль. Такой способ подойдет скорее для тех, у кого вызывает проблемы написать мелодию. Но это нисколько не умаляет его значимости. Например, так пишет известный трэп-продюсер Шотти Рэд, который практически является родоначальником современного трэпа. Видео о том, как он пишет бит, я оставлю в описании. Этот способ для кого-то работает, для кого-то нет. Лично я его не очень люблю, но давайте все же попробуем написать бит первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третий способ я называю вдохновение из одного звука. Нас вдохновляют сотни разных вещей, чужие песни, какие-то вещи из жизни. Но я открыл для себя такой способ, как вдохновение из одного звука, когда всего один элемент рождает целый бит. Как клетка делится и рождает целый организм, так и один звук может потянуть за собой все остальное. В данном примере мы воспользуемся плагином Synplant, который я часто показываю в своих видео. Его фишка в том, что он может посадить зерно самого рандомного звука, и так можно выращивать звуки до бесконечности. Давайте попробуем, а затем сделаем быстрый бит из одного звука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый способ сделать убойный и супер отличающийся бит, это вдохновение с помощью эффектов. Когда ваша мелодия уже готова, вы можете начать накладывать на нее и на отдельные ее элементы эффекты. Попробуйте сделать как рандомные эффекты, так и упорядоченные. Я больше сторонник все-таки упорядоченных эффектах, так как это самый правильный способ, и мозгу так проще улавливать и ощущать их как единый паттерн. Совет. Попробуйте воспользоваться плагином Lupirator и пресетом Single. Этот пресет выстраивает в рандомные места эффект с одинаковым воздействием. Еще попробуйте такие плагины как Glitch 2 или Effectrix. Сделаем это на нашей первой мелодии. Сделаем это на нашей первой мелодии. Сделаем это на нашей первой мелодии. Ну и последний метод, который я хочу вам показать, не совсем обычный. Он сочетает в себе первые два метода, и я называю его ритм главнее всего. Вы, может, даже еще не знаете, но в голове у вас десятки, сотни тысяч разных ритмов. Вы скажете, да ну, у меня ничего не идет из головы. Это фигня. Просто надо открыть этому источнику путь. Дело в том, что вы за жизнь слышали миллиарды разных ритмов. Ваш мозг их уже усвоил и записал на подкорку. Теперь вам надо взять и начать пытаться написать какой-нибудь, любой, не обязательно крутой ритм. Можете просто взять миди-клаву, открыть один кик или клэп и попробовать набивать что-то. Не ограничивайте себя оценками того, что получилось сразу. Просто сделайте 10-15 таких ритмов, и это освободит ваше сознание. Давайте попробуем. Что с ритмом делать дальше? Первое. Вы можете начать писать под него мелодию. Ноты тут вы уже можете использовать любые. Главное, придерживайтесь какого-то одного скейла. Второе. Под этот ритм вы можете сделать бит. А затем уже придумывать мелодии. Можно и с другими ритмическими рисунками. Напишем мелодию из ритма. На этом все. Надеюсь, вам пригодятся эти методы и вы узнали для себя что-то новое. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии о том, как вы вдохновляетесь на создание бита, и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мои соцсети, где вы можете найти биты и песни. А с вами был Харви. Всем пока!